Доброе утро, область просыпается И снова новый день начинается Первый Ярославский сделает твое утро бодрым В отличном настроении пойдешь на работу И не важно, маленький ты или взрослый Утро надо начинать с овсянки Все просто, чтобы сегодня все было отлично Включай в 7 утра наше шоу, это логично Овсянка, Овсянка Доброе утро, друзья! Сегодня понедельник Это я напоминаю тем, кто с самоизоляцией слегка потерял счет времени 13 апреля на календаре и в эфире первого ярославского утреннего шоу Овсянка Мы подготовили для вас огромное количество интересной информации Нам уже не терпится ее рассказать И сегодня в нашем выпуске проводим полезную зарядку Не выходя из дома вместе с профессиональными ярославскими спортсменами А вместе с мастером бумажного конструирования Научимся делать самый весенний цветок, нарцисс В рубрике «Интересный человек» Говорим на актуальную тему, дистанционное образование И еще учимся грамотно распределять свои финансы Меня зовут Дмитрий Московский, и мы начинаем Самоизоляция — это вовсе не повод отказываться от спорта, от тренировок И прямо сейчас вместе с первым ярославским мы хорошенько разомнемся Начинаем тренировку вместе с профессиональными ярославскими спортсменами Поехали! Всем привет! Меня зовут Ксения Абросимова, я мастер спорта по плаванию Привет! Меня зовут Алексей Костерин, я мастер спорта по тяжелой атлетике Мы присоединяемся к проекту «Будь на спорте» И сегодня мы покажем вам несколько упражнений, которые помогут вам оставаться в форме в домашних условиях Перед любой тренировкой нужно размяться Сейчас мы вам покажем несколько упражнений для разминки Очень важно уделять внимание дыханию, не забывайте выполнять вдох и выдох Следующее упражнение — вращательное движение головой Далее мы переходим к вращению плечевого пояса Исходное положение — руки на плечи Следующее упражнение — вращательное движение колен Ноги вместе, руки на колени Начали! Сейчас мы будем выполнять совместные приседания С вами была Ксения Абросимова Алексей Костерин Мойте руки, будьте здоровы, будьте на спорте Следующие рубрики Конечно же, проводим время с пользой И устраиваем мастер-класс по изготовлению нежного весеннего нарцисса из бумаги Отличный способ занять себя и своих любимых малышей Поехали! Доброе утро! Предлагаю вам сегодня сделать весенний цветок нарцисс Для того, чтобы нам его сделать, нам понадобится лист зеленой бумаги и небольшие кусочки желтого и белого цвета Для шаблона мы будем использовать скотч Также нам нужны ножницы, карандаш, клей Первым делом мы изготовим основу нашего цветка, которая делается в технике оригами Нужно сделать квадрат Для этого соединяем смежные стороны Проводим линию сгиба И обрезаем лишнюю полоску Теперь нам нужно согнуть смежные стороны к диагонали, к центру Все линии тщательно проглаживаем Теперь нам нужно согнуть вот эти стороны к центру Все просто Вот что у нас должно получиться Теперь сгибаем нашу заготовку пополам Теперь одна сторона у нас будет листиком, другая стеблем Нужно поднять один уголок вверх И наметить линию Дальше мы должны все лишнее убрать вовнутрь Если все сделано правильно, заготовка должна стоять Откладываем ее в сторону Приступаем к самому цветку Для этого нам нужно вырезать два одинаковых круга Сгибаем лист пополам Обводим скотч Теперь на наших кругах нам надо сделать надрезы Север-юг, запад-восток Вот что должно получиться Теперь берем клей И каждый из лепестков будем склеивать Вот таким образом У нас получится небольшая четырехугольная звездочка Не торопитесь, нужно подержать, чтобы клей схватился Одну заготовку мы сделали Приступаем ко второй Теперь наши две заготовки нужно соединить в одну звезду Для этого намазываем центр И соединяем Берем основу нашего нарцисса И приклеиваем к ней цветок Осталось сделать сердцевину цветка Для этого нам нужен желтый цвет Сгибаем пополам И отрезаем полоску Вот такая двойная полоска должна получиться Теперь по всей длине полоски делаем надрезы Чем мелче они будут, тем изящней будет цветок Намазываем нашу полоску клеем с одной стороны И закручиваем Теперь Можно распушить нашу сердцевинку И с обратной стороны обильно намазать клеем Остается только приклеить Наш весенний цветок готов Уют Важная составляющая комфортного времяпрепровождения дома Что же создает неповторимую обстановку и атмосферу в вашем жилище Конечно же мебель На современном рынке предлагается большое количество мебели разных стилей Классика, современный стиль, прованс, кантри, скандинавский, итальянский стиль, лофт Давайте подробнее поговорим о классике и современных стилях Классика находится вне времени и вне конкуренции Данная новинка имеет сдержанный и аристократический вид Мягкие цвета создают уютную атмосферу А эффект патина и изящная фурнитура придает ей роскошь и благородство Это классическая спальня Выполнена она в цвете белый ясень А вот еще один вариант Отличное интерьерное решение для тех, кому не нужно ничего лишнего Классика всегда в тренде А наличие в мебельных салонах и магазинах большого модульного ряда Позволит вам функционально обставить помещение любых размеров Гостиную, спальню, кухню, детскую в едином стиле А вот современный стиль в мебели Это прямые линии, четкие формы, минимум аксессуаров Это противоположность классике Стиль не терпит декоративности, четкого следования канонам Здесь уместны как искусственные, так и природные материалы Современный стиль имеет множество направлений Арт-деко, техно, модерн, хай-тек и тому подобное Данная кухонная система – отличное интерьерное решение для тех, кто предпочитает современный дизайн Имеет огромный модульный ряд, большой функционал и многообразие цветовой гаммы Что позволяет создать неповторимый образ и уют в вашей кухне И помните, правильно обставленная квартира поможет не только снять стресс После тяжелого рабочего дня, но и создать чувство уюта в вашем личном пространстве Ну а теперь настало время паузы И сразу же после в рубрике «Интересный человек» поговорим на актуальную тему Дистанционное образование Свой комментарий даст филолог Марина Шаманова Не переключайтесь Друзья мои, вновь доброе утро Это шоу «Овсянка» на Первом Ярославском Меня зовут Дмитрий Московский И мы продолжаем И прямо сейчас в нашей студии Марина Владимировна Шаманова Доктор филологических наук Это рубрика «Интересный человек» Здравствуйте Здравствуйте Марина Владимировна, мы сегодня поговорим на очень актуальную тему Сейчас все вузы, насколько я понимаю, перешли на дистанционный формат обучения И просто интересно узнать о ваших впечатлениях, об обратной связи от студентов Как организовывается этот процесс? Расскажите, пожалуйста, подробнее Это, конечно, очень интересный опыт И для студентов, и для преподавателей Ситуация складывается стремительно И действительно, университет быстро перешел на дистанционное обучение В связи со сложившейся ситуацией Нужно сказать, что были найдены и определенные формы, и методы работы У преподавателей, конечно, есть наработки в электронном университете, например На той платформе, на которой мы можем развещать свои методические материалы Знакомить студентов с этими материалами Давать теоретический, практический материал И имеем обратную форму с ними Кроме того, есть, конечно, и взаимодействия Синхронные средства сейчас позволяют Есть различные платформы для ведения диалогов Для ведения семинаров Проведения лекций То есть преподаватель и студент устанавливают программу Да Каждый на свой компьютер И таким образом И таким образом мы взаимодействуем Мы можем видеть студентов Мы можем слышать их Мы можем видеть их в беседе В чате так называемом Мы получаем оценки от студентов Оценки, естественно, такого плана Как? Вот понимают, не понимают Доступно, недоступно Могут ли они, в принципе, технически принять эту информацию или нет Но и стараемся реагировать Есть расписание, по которому проводятся занятия В соответствии с этим расписанием Проводятся лекции, практические занятия Консультации по курсовым работам По выпускным квалификационным работам Домашнее задание делают студенты Да, конечно Ну, по сути, примерно те же самые задачи Выполняют преподаватели и студенты Да Все выглядит примерно так же Конечно, конечно Только нет этого контакта в аудитории, да? Когда мы общаемся все вместе Конечно же, я уверен, что вы скучаете Скучаем Хочется в аудиторию, конечно Хочется видеть студентов Хочется непосредственного взаимодействия И реакции на занятия На понимание материала На что-то То, к чему мы все, конечно, привыкли Поэтому, безусловно, хочется в аудиторию Очень тяжело и готовиться И проводить такие занятия Потому что это другой формат И к этому нужно привыкнуть К этому нужно адаптировать материалы Мы, безусловно, это делаем Вот И понимаем ситуацию Конечно, проводим занятия так И благодаря тому, что имеются сейчас И технические средства И методические материалы Мы действительно практически без перерыва Перешли на эту систему обучения И имеем непосредственное взаимодействие со студентами И по графику, по расписанию Все проводим Ну и, конечно, здорово, что сама по себе Вот эта дистанционная форма обучения Она изобретена была не вчера Да, конечно И все-таки уже сама-то по себе Эта практика, она существует достаточно давно Поэтому я думаю, что это тот вызов С которым сейчас все справятся В той или иной степени Но вот, знаете, тут вот Такой у меня комментарий Я сам предпринимал несколько попыток Пройти какие-то курсы дистанционно И вот когда я сижу перед компьютером Гораздо больше всевозможных отвлекающих факторов Да, это и котик, и чай, и еще что-то Да, и тут же у меня домочадцы ходят Ну вот как студенты вообще говорят об этом Да, какая обратная связь от них? Сложна им? Сложно, бывает и сложно Они получают больше материала Для изучения Самостоятельного Самостоятельного изучения В том числе, да Если проводятся лекции, проводятся семинары Все равно они получают домашние задания Которые чаще всего присылают нам Опять же вот по этой обратной связи Либо задания на размышления О чем-либо, да, творческие задания И здесь есть такая особенность Что при дистанционном обучении мы контролируем каждого Вот это да Ну, если студент пришел на занятия в аудитории То кто-то отвечает Ну да Кто-то не отвечает Правда? И с одной стороны, да Есть возможность вроде бы где-то уйти там Вот не услышать Не прослушать какую-то часть материала А с другой стороны, мы знаем Что вот эти вот средства обратной связи Помогают нам получить данные О присутствии, о работе каждого Студента на том занятии, которое я провожу То есть он не может там открыть кино Параллельно и в наушниках его смотреть? Тогда он не выполнит задания преподавателя Хотя с другой стороны, конечно, отвлекающих факторов много И мы иногда говорим о том, что это официальное занятие Не забывайте об этом Да, помните, что вы на связи с преподавателем И с другими студентами Помните, что это семинар Помните, что это лекция Потому что, конечно, отвлекательные Различные моменты таки бывают Да, но все-таки сами студенты ответственно, да? В целом относятся к ситуации? В целом, да В целом, да Есть обратная связь, есть задания Есть мнение о том, что очень сложно Что много получают они заданий Да, но это процесс обучения Процесс обучения Это надвигающееся время Когда нужно будет сдавать зачеты Экзамены А, соответственно, то этого Подготовка к ним И в рамках тех часов, которые выделены дисциплиной Это лекции практически Самостоятельная работа Ну, а с другой стороны, много заданий И узнают побольше Конечно Я не видел ни одного выпускника вуза Который бы там по истечении нескольких лет Жаловался на то, что их очень много грузили Каких-то заданиями Потому что все равно больше остается в голове Больше знаний, больше понимания Наверное, в процессе обучения действительно тяжело Обучение в высшем учебном заведении Никогда не бывает легким Но замечательно, что потом приходит осознание Что знания нужны Что я не зря грыз гранит науки И получал эти знания Вот это, конечно, здорово Потому что потом они осознают Ну, еще все-таки, да Есть такой большой плюс Что сейчас они осваивают этот опыт Дистанционного образования И потом вполне возможно Что какие-то следующие шаги Будут достаточно успешными В этом направлении И, конечно же, можно и нужно Получать образование всю жизнь Постоянно проходить какие-то курсы И что-то изучать Конечно Тем более, что мы сейчас говорим Выше образование изменилось И мы можем в течение своей профессиональной карьеры Менять направление Менять профессию Менять специальность Менять виды деятельности И для этого нужно, конечно, уметь учиться Мне кажется, что дистанционное обучение В этом помогает Потому что действительно Потом повысить уровень Своей профессиональной грамотности Любого другого вида грамотности Помогает в том числе И вот этот опыт, да Этот пример Марина Владимировна Огромное спасибо за интересную беседу Огромное спасибо За вот этот комментарий О дистанционном обучении Хочется пожелать всем Кто сейчас учится Или, может быть, планирует Начать обучение Не бояться вот этой формы А наоборот Спользовать ее активно И ваше образование Обязательно вас обрадует Спасибо Огромное, друзья Мы продолжаем шоу Овсянг Прямо сейчас Рубрика Гороскоп Овны День подходит для построения планов Вы реалисты И понимаете, что желания Не исполняются просто так И придется поработать Хорошенько все обдумайте Успех придет к тем, кто умеет ждать Тельцы Сегодня постарайтесь Избегать контактов с теми Кто вас раздражает А вот беседы с друзьями Будут плодотворными Близкие по духу люди Подарят вам уверенность В собственных силах Близнецы Хороший и насыщенный день Вам удастся восстановить Забытые деловые связи Не исключено, что вы Обзаведетесь новыми Надежными партнерами Раки Удачный день Сегодня вы найдете Решение задачи Которая казалась вам Очень сложной Знакомства кажутся полезными И новые партнеры Могут пригодиться вам в будущем Львы Не принимайте участие В конфликтах И берите на себя Ответственность в принятии решений В сложных вопросах Можно положиться на свой опыт И, конечно, на интуицию Девы Успешный день Вы сможете реализовать Свои идеи Без особых затруднений Вам удастся найти Причины прошлых неудач И работа над ошибками Будет эффективной Весы Утро будет наполнено встречами Однако звезды предупреждают Не всякое общение Приносит удовольствие Но вы умеете Держать себя в руках И найдете поводы для радости Скорпионы Самым удачным временем Суток станет утро И вы быстро разберетесь Со сложными делами Правда, позитивный настрой Может снизиться Когда вы столкнетесь С финансовыми проблемами Поэтому постарайтесь Избежать лишних трат Решительность и напор Будут цениться в утренние часы Во вторую половину дня Инициативу желательно не проявлять Важные встречи Запланированные на вечер Лучше перенести на другой день Козероги День переполнен заботами Но вам и море Как говорится по колено Вы справляетесь с любыми проблемами Деловое общение Будет продуктивным Однако окончательное решение Партнеры примут чуть позже Водолеи Старайтесь просчитывать ситуацию Так как даже незначительная ошибка Может привести к серьезным неприятностям Будьте бдительны Решая финансовые вопросы Рыбы Некоторые принятые решения Окажутся неверными Однако вы вовремя Обнаружите ошибки и просчеты Возможно появится человек Готовый подставить плечо В непростой ситуации Вы будете приятно удивлены И продолжение темы образования Первый Ярославский Вместе со всей страной Тоже перешел на дистанционное обучение Наш телеканал Совместно с областным департаментом образования В рамках проекта Учитель года моей школы Запустил телеуроки В программе История Физика Литература И другие предметы Ежедневно По будням В 10.10 И в 12.30 А выходные С 11 часов Пополняй свой багаж знаний Вместе с Первым Ярославским Ну а другую Полезную информацию И актуальные новости Мы узнаем Прямо сейчас От моих коллег Из новостной редакции И сразу же после Возвращаемся в Овсянку И подпеваем Группе Long Long Доброе утро Друзья мои Шоу Овсянка На Первом Ярославском Продолжается Меня зовут Дмитрий Московский И прямо сейчас Мы поговорим На очень важную Актуальную тему Если вы столкнулись С нехваткой денег Если вы не знаете На чем и как Можно сэкономить Если вы Думаете Что не умеете копить Наша следующая рубрика Будет для вас Очень актуальна Итак Поговорим О финансовой грамотности Кофе В нашей редакции Он давно Стал частью ритуала Я, как и мои коллеги Часто подхожу К этому автомату Чтобы купить Чашечку Бодрящего напитка В зависимости От вида кофе Стоимость С небольшого стаканчика Объемом в 100 миллилитров Варьируется От 20 до 35 рублей Быстро На приготовление Уходит не больше минуты Удобно Не нужно заботиться О наличии сахара И чистой кружки Вкусно Большинство вариантов Из свежемолотых зерен Но вот цена Впрочем О ней поговорим Чуть позже Другие мои коллеги Предпочитают Кофе Сублимированный Готовится он Медленнее всех Приходится ждать Пока закипит чайник Но зато Нужен минимум инструментов Всего лишь чашка И ложка Вкус конечно не такой Насыщенный Как у молотого Но простота В приготовлении Делает его Самым популярным Среди коллег-журналистов Есть и третья группа Самая малочисленная Они готовы покупать Кофе Зерновой И каждый раз Ходить в приемную Кофемашине Усилий времени На приготовление Такого напитка Тратят больше Чем на два Предыдущих вида Да и у руководства На виду Бывать приходится Но вкус Свежемолотого Того стоит А теперь Давайте посчитаем 200 граммовой банки Сублимированного кофе Хватает на 50 чашек Ее средняя стоимость Порядка 200 рублей Благодаря нехитрым Вычислениям Получаем стоимость Одной чашки В 4 рубля Пакета зернового Кофе весом В 250 граммов Хватает на 25 чашек И стоит такой В среднем 250 рублей За упаковку Таким образом Одна чашка Обойдется В 10 рублей Ну а цена кофе В автомате Нам известна Самая маленькая 20 рублей На каждодневном ритуале Который кажется Мелочью В месяц Можно сэкономить От 200 до 320 рублей И это если пить Только одну чашечку В день Ну а теперь Самое время Устроить музыкальную паузу Поем Вместе с группой Лонг Лонг Разбитые нам насколки Твои пустые дни Потерян нам навек Разложен нам Бомболком И снял бы этот день И снял бы этот снег Я согрею Твои руки Это мой последний Скорь Остановись В дальнейшем Подороги Дать мне текло Это твои И снял бы этот снег Это не я Это не я Это не я Я не стану думать Я не искану вновь Ведь сколь тот первый след Про все что мне вернуло И в этот раз следи На мой далекий Семь Я согрею Твои руки Это мой Последний Семь Остановись В дальнейшем В дальнейшем Подороги И снял бы этот снег И снял бы этот снег Это не я Остановись В дальнейшем В дальнейшем В дальнейшем Настало время нашей рубрики Посвященной интересным фактам Ярославской области А вы знали, что енотовидная собака Это животное, которое действительно похоже на енота Однако все же это не енот Основное сходство обеспечивается за счет темных очков на мордочке Этот вид относится к семейству псовых Если внимательно присмотреться к облику этого зверя Убрав мысленно очки и бакенбарды То вы увидите лисичку Узкая мордочка, тонкие лапы Проницательный взгляд умного зверя До отпечатки лап очень похожи на собачьи Только с большим разбросом пальцев по ширине Енотовидная собака Это не столько енот с приметами псовых Сколько лиса, маскирующаяся под енотом Длина тела достигает 80 сантиметров Масса от 4 до 10 килограмм Продолжительность жизни 3-4 года в природе И 11 лет в неволе Питается мелкими грызунами, птенцами и яйцами птиц Рыбой, насекомыми, корневищами растений и ягодами Охотится в основном днем Излюбленные места обитания енотовидной собаки Влажная луга с заболоченными низинами Заросшие поймы рек и приречные леса с густым подлеском В выборе жилья она неприхотлива Убежищами ей обычно служат норы бурсуков и лисиц Зачастую жилые Реже вырытые самостоятельно Живут енотовидные собаки парами В выкармливании щенят принимают участие оба родителя Многих представителей уничтожают волки А также рысь, лисица и бродячие собаки Иногда животное является носителем вируса бешенства При любой опасности Енотовидная собака спасается не бегством А притворяется мертвой И в завершении эфира теперь уже традиционно наша добрая рубрика В ней мы каждый день рассказываем о тех, кто ищет дом и заботливых хозяев Это Бэтмен Он со своей сестренкой Бетти в начале лета был подкинут к приюту Причем был подкинут таким самым варварским способом Двух щенков-подростков просто выкинули на берег Волги И во время прогулки один из наших волонтеров увидел их там Ну, естественно, собаки были пойманы Привели их сюда Были крайне напуганы Были очень зашуганы Вот Но при хорошем уходе, при общении с человеком Буквально за несколько дней Они стали абсолютно адекватными, абсолютно ласковыми Бетти Она была вообще очень ласкова Бэтмен, несмотря на свою дружелюбность Начинает уже проявлять такие хорошие охранные качества Ему всего 10 месяцев То есть, скорее всего, он будет очень крупный пес Вот То есть для него, конечно, будет идеально Это частный дом Либо с проживанием в вольере Либо с проживанием, допустим, на какой-нибудь терраске Но с выходом на улицу Вот, потому что он привык к такому образу жизни Кушает хорошо К туалету не приучен То есть он не терпит Это было шоу «Овсянка» на Первом Ярославском Спасибо, что провели это утро вместе с нами Мы желаем вам отличного понедельника До встречи уже завтра Пока-пока Доброе утро, область просыпается И снова новый день начинается Первый Ярославский сделает твое утро бодрым В отличном настроении пойдешь на работу И не важно, маленький ты или взрослый Утро надо начинать с «Овсянки» Все просто, чтобы сегодня все было отлично Включая в 7 утра наше шоу «Это логично» Субтитры подогнал «Симон»